Вы смотрите программу Город за спиной. С вами Светлана Воробьева. Здравствуйте! Мы рассказываем о том, что произошло в нашем городе, о людях и о событиях, то, о чем говорят и что обсуждают. Сегодня в нашей программе. Сегодня в центре нашего города было временно ограничено движение транспорта. Причина – праздничное шествие, посвященное Дню российского флага. Петрозаводчане пронесли по улицам города 20-метровое полотнище государственного флага Российской Федерации. Напомню, праздник связан с событиями августа 1991 года, когда был возрожден российский триколор. А наш город готовится к выборам мэра. На сегодня на должность главы Петрозаводского городского округа претендует 14 кандидатов. Из них трое – самовыдвиженцы и 11 выдвинутые от различных партий. Так, кандидатом от ЛДПР стал Денис Зазовский. Меня не устраивает ситуация, которая сложилась у нас в городе, в принципе, по всей России, да, такая ситуация. Но мы живем в нашем городе, нам нужно непосредственно здесь срочно что-то менять. Потому что власть не слышит голос народа. Только партия ЛДПР способна что-то изменить. Поэтому я призываю всех поддерживать именно партию ЛДПР. Опыт – это дело наживное. Я иду не один. У нас целая команда. У нас поддержка депутатов Государственной Думы. На местном уровне поддержка депутатов Законодательного Собрания. У нас большое количество наших молодых активистов. И мы именно своей молодой командой хотим изменить ситуацию, именно поменять власть во всех сферах. Не только мэра города Петрозаводска. Один человек ничего не сможет изменить. Здесь нужно менять вообще подход к управлению городом. Нужна новая свежая струя, потому что на данный момент у них своя какая-то, так скажем, властная группировка. Она никого не подпускает. Там уже сидят пенсионеры, которым ничего не нужно. Нам нужна молодая свежая струя, свежая кровь во власти. Первое внимание надо, конечно же, уделить решению основных вопросов нашего города, которые не решаются уже много лет. Это не всегда понятно, куда расходуются средства бюджета. Нужно срочно пополнять доходную часть бюджета, решать вопрос именно с тем, чтобы налоговые поступления оставались у нас здесь в городе, а не уходили на федеральный уровень, как сейчас происходит. Затем нужно срочно решать земельный вопрос. Как так происходит, если земля роздана людям в аренду на 49 лет, лучшая ее часть, она стоит, не используется. Нужно срочно принимать закон, чтобы неиспользуемые земельные участки, налог по ним был намного выше, чем по тем, которые уже используются. Тогда моментально люди землю передадут, и мы сможем выделять ее либо молодым семьям, либо на какие-то другие нужды. Нам нужно разрабатывать инвестиционные проекты. Инвесторам нужно понимать, для чего они вкладывают деньги. Нужно развивать производство в первую очередь. Поэтому нужно готовить инвестиционные проекты именно по строительству заводов, по развитию производства. Не так, как сейчас у нас происходит, заводы пилятся, городообразующие предприятия умирают. Нам нужно делать все наоборот. Нам нужно создавать благоприятную ситуацию для привлечения инвестиций в наш город. На данный момент время голосовать именно за партию ЛДПР. ЛДПР хватит сидеть и ждать, пока кто-то за нас что-то решает, что-то изменит. Нужно самим брать, брать власть в свои руки и изменять ситуацию в нашем городе. Всем голосуем за ЛДПР. Девятилетний мальчик вышел из комы. Такая информация появилась сегодня. Маленький петрозаводчанин на этой неделе попал под колеса автомобиля. Его водитель не пропустил на переходе. Ребенок получил серьезные травмы и находился в коме. В ГАИ еще раз напоминают всем участникам дорожного движения быть внимательнее, а также о том, что с 1 сентября увеличиваются штрафы за нарушение правил дорожного движения. Подробности далее. С 1 сентября 2013 года вступят в силу новые изменения в Кодекс об административных правонарушениях и минимальный штраф за нарушение правил дорожного движения составит 500 рублей. Есть и другие, более весомые штрафы. 500 рублей за неправильный переход дороги. А если это сделать в состоянии алкогольного пьянения, то штраф будет колебаться от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей. Это, пожалуй, единственное изменение в Кодексе, касающееся пешеходов. Все остальное это уже про водителей. Например, если вы сядете за руль без прав, то штраф будет колебаться от 5 до 15 тысяч. Более подробно об изменениях в Кодексе нам расскажет старший инспектор по исполнению административного законодательства ОБДПС Госавтоинспекция Петрозаводска Татьяна Тимофеева. С 1 сентября вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. И эти изменения коснутся всех участников дорожного движения, начиная с пешеходов, заканчивая водителями. Минимальный штраф за нарушение правил дорожного движения будет составлять 500 рублей. Поэтому и пешеходы за нарушение правил дорожного движения, будь тот переход не положен в месте при наличии пешеходного перехода в зоне видимости, либо на запрещение сигнал светофора, что, к сожалению, еще часто у нас происходит, потому что пешеходы не могут дождаться зеленого сигнала светофора и идут на красный. Либо, например, движение по проезжей части при наличии тротуара тоже будет наказываться административным штрафом в размере 500 рублей. Также увеличится штраф за нарушение такой категории водителей велосипедов, мопедов, скутеров. Сумма штрафа увеличится до 800 рублей за данные виды правонарушений. В основном, конечно, коснется водителей транспортных средств. Какие увеличиваются размеры штрафов за многие виды правонарушений? Например, за непристегнутые ремни безопасности управления транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности, либо перевозка пассажира с непристегнутым ремнем безопасности будут наказываться штрафом в размере 1 тысяча рублей. Раньше этот штраф составлял 500 рублей. Также коснется изменений и правил перевозки детей. Если раньше за нарушение правил перевозки детей без детского держа вашего устройства наказывалось штрафом в размере 500 рублей, сейчас этот вид наказания будет наказываться административным штрафом в размере 3 тысячи рублей. Видите, это существенное увеличение наказания, которое, мы надеемся, позволит нам избежать детского травматизма на дорогах. Что еще хочется сказать? Значит, существенно увеличится сумма штрафа за использование телефона во время движения транспортного средства без специального технического устройства. Если раньше сумма штрафа составляла 300 рублей, либо предупреждение, то сейчас эта сумма штрафа будет составлять 1500 рублей. И предупреждения в данном виде наказания уже не будет. Проезд на запрещающий сигнал светофора устанавливается повторное совершение данного правонарушения. Если водитель совершает в течение года повторно данный вид правонарушения, сумма штрафа увеличится. Если сейчас он по первому разу будет составлять 1000 рублей, то при повторном совершении данного правонарушения сумма штрафа будет составлять 5000 рублей, либо лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Максимальная скорость по дорогам России будет увеличена до 130 км в час. Скажите, пожалуйста, можно ли будет с такой скоростью ездить по дорогам Карелии? К сожалению, в нашей республике Карелия таких дорог, которые соответствуют требованиям, проявляемых к автомагистралям, нет. Поэтому в Карелии со скоростью 130 км в час ездить пока нельзя. Отменяется так называемый нулевой промилле. Что это значит и что теперь позволено водителям? Да, действительно, изменения по данному виду уже вступили с 25 июля 2013 года. Мы уже по ним работаем. Это значит, что погрешность при освидетельствовании наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе будет составлять 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. То есть алкогольное опьянение будет наступать у водителя с цифры 0,17 мг на литр выдыхаемого воздуха. У нас много бывает случаев, когда употребление лекарственных средств вызывает наличие какого-то определенного количества алкоголя в выдыхаемом воздухе. Поэтому, чтобы исключить все эти случаи, вот принято решение с 0,16 начинать. С 0,17. Как изменилась ответственность за вождение в нетрезвом виде? Да, это особая категория водителей. В прошлом году у нас было задержано больше 2000 водителей. В этом году за 7 месяцев 1,177 водителей. Поэтому ужесточение вида наказания в отношении данной категории водителей приветствуется в ГИБДД. Какие виды наказания будут за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии? Помимо уже известного нам лишения права управления от 1,5 до 2 лет, еще будет штраф в размере 30 тысяч рублей. Это при первом случае управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Если же водитель управляет транспортным средством повторно в течение года, то сумма штрафа увеличивается до 50 тысяч рублей, а лишение права управления будет составлять 3 года. Теперь сотрудники госавтоинспекции не имеют права забирать права вплоть до решения суда. С чем это связано? Все верно. С 1 сентября сотрудники ГИБДД не будут изымать водительское удостоверение у водителей ни при каких совершениях правонарушения, в том числе из-за управления в нетрезвом состоянии. Это связано с тем, что в Кодексе об административном правонарушении, ст. 32.7, существует обязанность водителя сдать водительское удостоверение в течение трех рабочих дней после вступления постановления в законную силу. Поэтому после вступления в постановление суда о лишении права управления в законную силу водитель обязан сдать в течение трех рабочих дней водительское удостоверение в органы ГИБДД. Если же он этого не сделает, то срок лишения у него приостанавливается. И срок лишения пойдет с того момента, когда он добровольно сдаст водительское удостоверение в органы ГИБДД, либо у него изымут это водительское удостоверение уже на линии, когда он является лицом, лишенным права управления. Теперь немножко поговорим о ответственности за управление лицами, лишенными права управления. Данное наказание тоже усиливается. Административный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо исправительные работы на срок от 100 до 200 часов. Это для нас новые исправительные работы, обязательные работы. Расскажите, пожалуйста, о процедуре возвращения прав после окончания срока лишения. Процедура возврата водительского удостоверения после лишения права управления тоже изменилась. После лишения права управления водитель обязан будет пересдать правила дорожного движения, то есть сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. И для такой категории водители, как задержанный за управление нетрезвым состоянием или за отказ от прохождения медицинского свидетельствования, кроме прохождения теоретического экзамена на знание ПДД, они обязаны будут предоставить медицинскую справку. Это лишь часть изменений. Более подробно со всей информацией можете ознакомиться на сайте госавтоинспекции. Будьте аккуратны на дорогах. Это все на сегодня. Смотрите наши программы в интернете на сайте tntedifesonigo.ru, а также в социальных сетях. Это был Город за спиной. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин